На основании решения Архиерейского собора Русской Православной Церкви 2000 года, определившего в послесоборное время поимённое включение в состав уже прославленного собора новомучеников и исповедников российских, совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода на основании предварительных исследований, проведённых Синодальной Комиссией по канонизации святых, пункт 14 – Деяние о соборном прославлении новомучеников и исповедников российских XX века, в связи с постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 25 августа 2022 года, журнал номер 76, включить имя священника Григория Златарунского в поимённый список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, память священномученика Григория Златарунского совершать 8 июня по старому стилю, 21 июня по новому стилю в день его кончины, честные останки священномученика Григория Златарунского в случае их обретения считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание, писать новопрославленному святому иконы для поклонения согласно определению Синемого Вселенского Собора. Друзья, описание священномученика Григория Златарунского. Григорий Васильевич Златарунский родился 4 января 1877 года в станице Михайловска в Кубанской области в семье псаломщика. Окончил 11 января 1894 года Екатеринодарское духовное училище, выдержав экзамен на звание псаломщика и с 24 февраля того же года служил псаломщиком в Рождество Богородицкой Церкви села Новоборукшунского Александровского уезда Ставропольской губернии. 22 апреля 1899 года переведено Диаконское учительское место в Покровской церкви села Северного Александровского уезда Ставропольской губернии. 21 июня того же года рукоположен во Диакона. Около 11 лет служил Диаконом в церквях Ставропольской губернии Кубанской области. Многолетние труды отца Григория Златарунского по окормлению учебных заведений, крестьянскому просвещению и воспитанию детей неоднократно отмечались благотарностями. 25 марта 1909 года рукоположен во священника Покровской церкви села Голицыно Кубанской области. Судьбоносной вехой в его пастырском служении стало участие в торжествах в честь прославления святителя Иосафа Белгородского в 1911 году. У нетленных мощей святого он молился, «Святителю Отче Иосафе, возгреваю во мне дар священства, помоги достойно ходите своего звания». Паломничество укрепило молодого священника в необходимом утверждении святой веры в душах его паствы. В 1912-13 годах отец Григорий приобрел первый опыт писсионерской деятельности, в том числе и в форме печатного слова. Сохранились публикации, где пастырь дает разъяснение по таким вопросам, как истинное значение воинской присяги, необходимость крещения младенцев, польза поста для души и тела христианина. Учение Слова Божия он излагает популярно в то время в жанре путевых заметок. Публицистику автор воспринял как одну из форм пастырского служения и строго следовал правилам, что пастырям, поставленным на стражи Христовой Церкви, должны всеми силами бороться с ложными учениями сектантов, запрещая, увещевая и обличая благовременно и безвременно. С августа 1914 года по июнь 1918 года служил в Николаевской церкви, станице Бросуковской, Лабинского отдела Кубанской области. После революции к 1918 году на Ставрополье и Кубане развернулась ожесточенная борьба за власть между большевиками и сторонниками Белого движения. Стремясь подавить сопротивление, большевики совершали массовые расстрелы и убийства. Отец Григорий, стараясь предотвратить братоубийственную брань, в партнерских беседах с казаками призывал «Если будут отпирать землю, отдавайте, чтобы не было кровопролития». После неудачного погода казаков над станицу Невенномыскую, отряды красноармейцев утром 18 июня 1918 года заняли станицу Бросуковскую с целью подавить попытки сопротивления. В этот же день большевикам поступил донос о поддержке отцом Григорием восставших казаков, служение для них молебнов, приобщение святых тайн, а также финансовой помощи. Красноармейцы в числе первых ворвались в дом священника, арестовали его и в качестве заложника отправили в штаб, в село Богословское. Утешая свою супругу, отец Григорий говорил «Не печалься, моя смерть очень хороша, ибо я погибаю невинной, и лучшей смерти мне не надо». Судно священникам было назначено 17 часов 20 июня 1918 года. По свидетельству очевидца, во время судебного процесса обвиняемый отвечал на вопросы бодро и спокойно. На его кротком лице не было и тени страха. Исполнение приговора в связи с поздним окончанием суда отложили до утра. Однако в ту же ночь с 20 на 21 июня большевики, получив срочный приказ, вернуться из Барсуковских в станицу Отрадную. Перед уходом ворвались помещения, вывели священника с другими арестованными за станицу к реке, где отец Григорий вместе с другими узниками был зверски казнен, буквально изрублен на мелкие кусочки. Последними словами отца Григория были «умираю за веру царя и отечества». После прихода в станицу добровольческой армии, по просьбе вдовы священномученика, священник Назарий Иванов совершил отвивание отца Григория Златорусского. Память убиенного иерея Григория Златорунского почитается в епархиях Ставропольской метрополии, а его имя с 2016 года возносится в храм от метрополии, в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Григорий Златорунский почитается в храм отец Григория священнику. Ученичей Григории Присторадим пострадам и даже на крови И Боже Мариусе Мой, как он начальник И совершителю спасения Розвятую утвердите православие Год скончания Боже Мариусе Святые священные ученички Борьмия нас! Величаем, величаем Тя Священому учениче Кригорие И с ним честная страдания Твоя Женщина Христа Присторадим пострадавшим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok